И я сейчас даю плачу представителям Российской Федерации. Нашим новичкам сегодня очень повезло. В первый же день они имеют возможность с головой погрузиться в одно из самых противоречивых и политизированных досье на повестке Дня Совета Безопасности – «Сирийскую химию». Оно по-своему уникально, ведь ни один другой сюжет настолько не оторван от реальности и не напоминает сказку какого-то писателя-фантаста, как этот. С вашего позволения я кратко объясню вам, почему это именно так. Самое парадоксальное состоит в том, что сирийское химдосье уже давно не имеет никакого отношения к вопросам нераспространения оружия массового уничтожения. Его нераспространенческие аспекты закрыты. Присоединившись к КЗХО, Дамаск добросовестно выполнил все взятые на себя в этой связи обязательства, о чем генсекретарь доложил Совету Безопасности ООН в июне 2014 года. Факт окончательной ликвидации военно-химического потенциала Сирии был подтвержден в 2016 году исполкомом и КГУ ОСХО. Реальных, научно обоснованных доказательств обратного за все эти годы Совету представлено не было. Считать таковыми постановочные, как уже было неоднократно доказано, видеоролики различных ангажированных и созданных для противодействия сирийскому правительству НПО, типа пресловутых белых касок, на которых люди без средств химзащиты работают с отравляющими веществами, а у пострадавших якобы от воздействия химоружия проявляются совсем другие симптомы, серьезным экспертам просто не позволяет совесть. Казалось бы, здесь свое веское слово должен сказать гендиректор ОСХО господин Ариас и возглавляемый им техсекретариат. Однако на них, к сожалению, надежды все меньше. Они по уши погрязли в скандале вокруг доклада МУФС по инциденту в городе Дума в апреле 2018 года, итоговая версия которого была радикально отредактирована в антисирийскую сторону по сравнению с первоначальной, под давлением некоторых делегаций, то есть был совершен подлог. Это подтверждено и продолжает подтверждаться различными источниками, в том числе бывшими инспекторами самой ОСХО, принимавшими непосредственное участие в расследовании этого сюжета. Попытки же этих инспекторов добиться от руководства ОСХО расследования произошедшего привели лишь к тому, что они подверглись преследованию за свои поиски правды. Какие-либо меры для выправления или хотя бы обсуждения ситуации, в том числе с привлечением научно-консультативного совета ОСХО, руководство техсекретариата принимать отказывается. К сожалению, вместо того, чтобы признать очевидные ошибки и исправить их, гендиректор предпочитает уже который год открыто нарушать положение КЗХО, целостность которой он должен защищать. Скажу больше, гендиректор ОСХО по сути бравирует фактом использования нарушающие положение КЗХО ущербной методологии, опирающейся на информацию из ангажированных источников, да еще и собранную удаленно. В итоге дело лишь усугубляется, появляются новые крайне сомнительные инновации. Наглядный пример этого мы видим в представленном сегодня докладе. Гендиректор указывает, что МУФС в сентябре прошлого года собирала информацию и проводила интервью по поводу инцидентов в ряде населенных пунктов на территории Сирийской Арабской Республики в 2017 году. Здравый смысл подсказывает, что такие расследования задним числом по определению не могут быть корректными. Какую цепочку событий можно восстановить через 4 года после того, как они произошли, особенно с учетом динамики военной обстановки в Сирии? Каких очевидцев можно найти? Какие детали они могут вспомнить? Это особенно прискорбно, если вспомнить, каких сил нам с сирийцами стоило затащить всячески упиравшихся инспекторов МУФС на место предполагаемого инцидента в городе Дума в 2018 году. Нашим же западным коллегам расследование тогда вообще было не нужно. Они не просто сразу же возложили вину на правительство Асада, и это несмотря на то, что мы накануне предполагаемого инцидента предупреждали о готовящейся сирийскими боевиками провокации, но и без санкции Совбеза нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам, якобы связанным с производством химоружия. С учетом того, что мы досконально знаем о произошедших махинациях с содержанием доклада, о которых я уже говорил, кроме как тщательно спланированной политической провокацией, все происходящее назвать нельзя. Кстати сказать, только что моя американская коллега сказала, что собранные МУФС в ноябре 2021 года факты свидетельствуют о преступлениях сирийского режима, если я правильно уловил. А откуда у вас такие данные? Ведь доклады еще не распространялись. Если только вы их сами не писали, конечно. С тем, чтобы картина была полной, в нее надо добавить деятельность нелегитимной группы по расследованию и идентификации, работающей удаленно и штампующие абсурдные и неубедительные антисирийские доклады, основанные на видеороликах и данных антисирийских структур. Заслуживает упоминание в этом ряду также и кампания, развернутая нашими западными коллегами в отношении первоначального объявления Сирии. В результате Сирия под надуманным предлогом и с грубым нарушением КЗХО была лишена ряда прав и привилегий в ОСХО. Тем не менее, сирийское руководство, проявляя немалую выдержку, даже после этого не отказывается от диалога с организацией. Но в реальности это сотрудничество стопорится самим техсекретариатом, вопреки его попыткам переложить вину на Дамаск, прежде всего в контексте работы миссии по оценке первоначального объявления. Сирия неоднократно заявляла о готовности в любой момент принять МООС на своей территории, чтобы провести с ней 25-й раунд консультаций. Однако, как мы опять сегодня слышали, он в очередной раз отложен именно решением руководства техсекретариата ОСХО под надуманным явно политизированным предлогом, что якобы из-за невыдачи виз одному из сотрудников вся миссия не может выполнить свои функции. Предлог техсекретариата для неприезда в прошлый раз был не менее абсурдным. Якобы летом в Сирии стоит слишком жаркая погода. Принципиально важно понимать, что диалог с МООС – это часть добровольных двусторонних обязательств, которые взяла на себя Сирия. Подчеркну, добровольных. Сама природа мандата МООС не предполагает никакой деятельности по расследованию. Ее задача – лишь содействовать сирийской стороне в подготовке ее первоначального объявления. Проводить интрузивные ретроспективные расследования ее никто не уполномачивал. Кроме того, насколько нам известно, продолжается проработка встречи министра иностранных дел и соотечественников САР господина Мигдада с гендиректором ОСХО господином Ариасом. Причем его зовут посетить Дамаск, исходя из того, что ему было бы чрезвычайно важно самому составить впечатление о ситуации на земле. Стали бы настаивать на этом сирийские власти, если бы не хотели иметь дел с ОСХО, или если бы им было что скрывать. И почему все-таки отказывается от посещения Сирии сам господин Ариас? Вообще, честно признаться, число вопросов господина Ариаса растет как снежный ком. Его последнее появление в Совете оставило у нас неприятный осадок. В дополнение к попыткам любой ценой покрыть нестыковки упомянутого доклада по Думе и оправдать удаленные методы сбора доказательств, возглавляемых им техсекретариатом, он еще и глядя нам в глаза попытался исказить суть направленной по спрестам России при ОСХО ноты в связи с данным докладом. И тем не менее, считаем необходимым продолжать требовать от него внятных и логичных объяснений сложившейся ситуации, грозящей окончательно развалить ОСХО. Мы настаиваем лишь на том, чтобы господин Ариас тщательно выполнял КЗХО и намерены в ближайшее время вновь сделать это в Совете безопасности ООН, пригласив гендиректора на одно из наших заседаний. Госпожа председатель, есть еще один важный для понимания динамики сирийского химдосье момент. Педалируя якобы имеющие место нарушения со стороны сирийских властей, секретариат ООН и техсекретариат ОСХО по сути спускают на тормозах сюжеты с использованием химоружия террористами на территории САР и соседних с ней государств. Хочу обратить внимание на ноябрьский доклад ЮНИТАТ. В нем, в частности, приводится масса свидетельств применения ИГИЛ химоружия на территории Ирака в 2014 и в 2016 году. В частности, свидетельства того, что ИГИЛ использовала лаборатории университета в Масуле для военно-химических НИОКР. Эти факты подпадают под охват ООП-18 и ООП-19 резолюции Совета Безопасности ООН 21-18. И в соответствии с ее ООП-12 эта информация должна доводиться до государств-членов. Тем не менее, никакой информации на этот счет нам ни сегодня, ни ранее представлено не было. А ведь это крайне важные сведения, которые говорят о том, что химоружие, вполне возможно, расползается по региону следи террористов и может быть использовано ими в любой момент для организации химпровокаций. В порядке резюме. Так называемое сирийское химдосье за последнее время окончательно лишилось даже видимости беспристрастного и объективного выяснения фактов, которые могли бы подкрепить утверждения о применении химоружия в этой стране. Теперь это не более, чем еще один рычаг антисирийской критики для наших западных коллег, готовых на все, чтобы доказать недоказуемое. Даже если для этого надо пренебречь законами физики, химии и элементарной логики. Вот, коллеги, в каком контексте вам придется работать над этой темой в ближайшее время. Ну и, разумеется, готовьтесь к яростным обвинениям России в подрыве авторитета ОСХО. Без этого никуда. Хочется верить, что контекст этот, который уже изрядно всем надоел, изменится в объективную и фактологическую сторону хотя бы к концу вашей вахты в Совете Безопасности. Если вы этому поспособствуете вместе с нами и другими здравомыслящими делегациями, простые сирийцы и их соседи будут вам только благодарны. Спасибо, госпожа председатель. Спасибо, госпожа. Спасибо, госпожа. Спасибо, госпожа.